Общественная организация Альтернатива 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 раскопки. Производились раскопки Вячеславом Георгиевичем Бородулиным, который выкопал очень много интересных предметов. Сейчас у меня есть в руках его журнал, я могу вам дать посмотреть на эти раскопки. А более подробно о встигском народе расскажет Костик. Все, вот эта территория, где мы ехали по правой стороны, один небольшой курган, был такой небольшой холм, где-то 05, 07, вот это вот оставшийся еще, который нормально. А здесь вот снят грунт и насыпи уже деформированы. Можем лучше на Хомяковой проехать, на самый высокий курган. Это так называемый курган-лидер, в каждой курганной группе был самый высокий из нас. Велодорожки Харькова, это каменный джунгли Добкино. Велодорожки Харькова, это каменные джунгли Добкино! Добкино, Добкино! 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 Там вот в Китании Харьковой, ежевельская могила, в степи есть там, называют, острые могилы, толстая могила, все это народные названия, которые не имеют отношения никакого к скифскому времени. Вот, история изучения вот всего этого могильника, то есть, здесь все это поле было занято курганными насадями. Их было более, более 40. Примерно они были вытянуты в одну цирку, Тоже связано с определенным обрядом сооружения курганов в скифское время. Все могильники, курганы практически находятся на водоразделах, на высоких почках. И считают, что в древности они маркировали какие-то пути кочевников. Кочевники всегда передвигались по водоразделам, где переходили балки заводненные в каких-то местах, где-то брод. Самые легкодоступные места. И в скифское время считается, что по территории Харьковской области проходила древняя дорога Муравский шлях, который действовал еще и в казахский период, в 18 веке и вроде бы до 19 века. Он проходил по водоразделам рек Ворсклы и Северского Донца. И шел с юга на север. Сам Песачинский, называется он в науке, в археологии Песачинский курганный могильник. Впервые обратили на него внимание только в 70-х годах 20 века. В принципе, это довольно уже поздно для такой большой группы курганной. И первые раскопки были проведены в 78 году. И продолжались раскопки 3 года, до 80-го года. Все курганы не удалось исследовать. В частности, и вот этот вот самый большой хомяковую могилу. На нем была расположена водонапорная башня. И чтобы его раскопать методически правильно, с точки зрения науки, очень сложно. То есть здесь надо техникой, бульдозером снимается по чуть-чуть это все насыпь. Оставляются контрольные бровки для фиксации стратеграфии, то есть наслоения, как насыпали курган. И необходимо большое пространство, чтобы куда-то девать отвал. Например, чтобы сейчас раскопать, это очень большие затраты денежные и физические тоже, чтобы докопать этот курган. И интересный факт, как он раскапывался. В 70-х годах было так называемое Харьковское общество охраны памятников. И школьники, студенты тогда сбрасывались в какой-то общий фонд. То есть в этот общий фонд охраны памятников со школьников собирали или по 5, или по 10 копеек со всего Харькова и Харьковской области. И именно на эти деньги были раскопаны эти курганы. Было раскопано около 30 насыпей, точно я не помню. Но в науке он стал более широко известен после выхода монографии. Вот сотрудник исторического музея в 2005 году обработал все эти материалы и издал вот такую вот монографию. Кусачинские курганы и могильник с киевского времени. Благодаря вот этой монографии теперь эти курганы, материалы этих исследований стали популярными не только на Украине, но и в России. Теперь постоянно ссылаются на эти раскопки, используют для своих научных исследований. И здесь вот курганы были знатные и довольно-таки богатые. Здесь есть цветные вставки, вот я потом передам, можете посмотреть. Здесь были найдены золотые украшения произведения греческих мастеров боспорских. Серги, бляшки, которые нашивались на одежду. И было найдено вот тоже интересное такое головное женское украшение. Оно потом было реконструировано графически. Вот состояло из таких пластин. Тиары, метопиды. Вот сделали даже реконструкцию. Как оно изображалось. То есть курган был знатный. Здесь есть более богатые погребения, есть воинские погребения. И считается, что это была местная аристократия. То есть какая-то военная верхушка аристократическая, которая контролировала местное население с киевского времени. Были точки зрения и другие, что это не местная аристократия, а все-таки это кочевые скифы, сами иранцы. До сих пор идут... Иранцы. Цыгане в Индии были. До сих пор дискуссии, кому принадлежали все-таки эти курганы. Но в принципе, можно говорить, что это были кочевники, которые здесь осели и нашли свою лакуну. Как бы жили вместе здесь с соседлым земледельческим населением. Вот. Ну и можете посмотреть как раз сами эти вставки. Там, кстати, допомните, Костя. Вот эти изделия золотые, которые я имею в виду, и большинство медных были найдены именно у нас, здесь, в Песачинских курганах. На них еще в музеях можно позыркать? В музее, дело в том, что раньше в историческом музее, когда он был еще на территории монастыря, была экспозиция, а скифское золото называлось. Вот все предметы, которые там экспонировались, были из Песачинских курганов. Сейчас ее нет, эти вещи хранятся просто в фондах и не показываются, потому что современные требования очень жесткие. Нужна сигнализация почти под каждый предмет, это большие затраты финансовые. Нужно как-то? Возможников скотоводов и местные племена, земледельческие, которые жили севернее скифа, в частности, наша территория лесостепи. Здесь упоминались народы меланхленов, переводятся люди в черных одеждах, будинов и игилонов. Вот они как бы проживали на территории от левого берега Днепра до северского Донса. Дальше на Дону уже жили савраматы, уже другие племена. Вот матрица откуда-то пошла. В принципе, вы можете задавать в какие-то... Какой-то век примерно был? Скифский период начинается появление первых скифов в 7 веке до нашей эры. А какого он примерно такой века? Вот этот весь могильник Песачинский, он в узких границах хронологических, с конца 5 века до нашей эры и 4 век до нашей эры. То есть это... В течение века, да, получается? Где-то около 100, да, 150 лет, получается, здесь насыпались курганы. Это позднее скифское время, уже перед финалом вообще скифской истории. После этого уже с конца 4 века скифы не фиксируются в степи. Это можно вопрос? В 1670 году о ней только упоминается в документах официальных. А теоретически, когда после польской шляхты, когда крестьяне бежали оттуда, с той стороны Днепра, они оселялись здесь, на слободских землях, и утворивали тут свои слободы. Слобода, слобода, це обисяща на украинском мове, называется. Ну, территория, да, территория, его... Слобода, слобожанщина, это слово паразит. Ну, потом употреблялась... Малоруссия. На местном заргоне, да. Малоруссия. Практически был раньше, чем в 1670 году заснован. Почему? Потому что в первую очередь, когда крестьяне сюда прибегали, они засеивали поля зерном, чтобы потом этот материал использовать в строительстве. Своих домовладений. Мазанки, да, правильно. Потом солому они использовали, крылья дома свои. И таким образом, а потом уже в следующую очередь они строили церковь. Хотя в документах она прописана в 1670 году. А Песочин, это че название? Песочин, а вот как раз мы стоим на... Песчаной носочке. Здесь вот идет правая притока речки Песочинка. Эта речка называется Бесчереватая. Это то, что на рощи течет? Да. Это с того, которое на рощи, это речка называется Бесчереватая. Она правая притока речки Песочинка. А речка Песочинка берет свое начало в Райленовке. И в свою очередь впадает в Уты. А проходит она мимо магазина местные знают Культовары. Ручеек такой маленький. Так вот, ребята, раньше, в 19 веке, у меня еще даже есть фотографии. Судоплавная река была? Да. Судоплавная река была. Песочинка? Да, совершенно верно. Ну, приплыли ж первые Песочинцы сюда. Судоплавная река. Судоплавная река. Ну, там в Черноморье тоже написано, до этого книга была. Определенные роды, которые здесь поселились. Тимчинки, Алышки, Ярыменки и Натачи. И вот как бы вот эта часть, ну, мы по одной части проехались. То есть, ну, мы по двум, как бы, оседлым частям этого... Тимчинки, Олешки левее. Олешки там, да. Да. И вот это все, все вот эти хутора, которые были. Куриш, хутор Куриш, хутор Натачии, хутор... Тимчинки. Тимчинки. Ну, Гуки, может. Гуки тоже, совершенно верно. Гуки Натачии, он... Райленовка раньше называлась просто хутор Оленевский. Ну, да. Поэтому, как бы, потом это название трансформировалось уже... Основал этот колокольный завод позже. Тот, который был в России, в Харькове, тот сгорел. А не с компаньонами... Рыжов, да? Да, он сгорел. И позже он, а он, будучи мэром города, он был мэром города Харькова. Рыжов? Без случаям, купил эту территорию Емекина, когда тот ее продавал. И... Ну, там небольшая территория была, предположительно. Не такая, как хутор Тимчинки, там, или еще какие-нибудь. Но, в принципе, место расположения было достаточно удачное. Рядом проходила большая дорога из Харькова в Полтаву. Плюс, железная дорога здесь планировалась строить. А в тот момент, всем известно, если по твоей территории проходила железная дорога, то тебе государство платило... Денежку. Поэтому он и выбрал, будь здоров. Будь здоров, расти большой. И колоколак тебе шлепал, как пирожки. Да, и это производство, оно было самым крупнейшим на территории Южной Росимской империи. Какие-то вроде примерно? В 1784 году он родился. А позже... Там дело в том, что там еще много рассказывать можно. Позже возглавила этот завод Анастасия Тимофеевна. Это его внуков мать. Позже, еще в начале 19 века, возглавили управление заводом Павло Иванович Рыжов и Иван Иванович. Но Иван Иванович был не очень хороший специалист и любил... Любил выпить. Да, любил выпить. Поэтому, как бы, они разделили свое заводы, а у них... Делились на тесто. Да, совершенно верно. Ко мне это опять. Слышишь? Через переезд и приедешь из-за Васильевского урага. Yes, sir! Yes, sir! Я выиграл за это, а? Я выиграл за это, а? Я выиграл. Smell of you, babe, in my senses, my senses, be praise. Smell of you, babe, in my senses, my senses, be praise. Smell of you, babe. Расповедайте нам часы ускорения всего храмов. Почему мы обважаем, что вы раньше ускор하ете, и в какие руки ускоренны? В общем, скажу, в 1780 году началось, вернее, у нас была целиком старая деревянная, она была в районе трассы, а где-то примерно в 1780 году начали подумывать о новом храме. Вот здесь, где-то на территории, возле реки, вот сейчас озеро, а раньше это была речка Песачин. На ее берегах был построен такой кирпичный мини-заводик. Специально сделали кирпич для этой церкви своими силами, силами жителей поселка. И в 1828 году построили один предел. Ну, предел – это зайдете в храм, вы сразу увидите центр церкви, это будет предел. Позже, в 1890 году открылось еще два предела – правый и левый. Значит, один во имя Матери Божьей, а второй… Значит, изначально финансировал сам народ, собирал по кругам деньги. А пределы, когда строили – это купец Рыжов, а Палпалыч. И Иван Иванович, и Бесчедеснов, и Твей Михайлович. Расскажите о своей второй книге. Ребята, первую книгу Виталий Александрович написал до большевистского периода, с момента возникновения Песачина. А вторая книга у него будет уже немножко более интересный период, с времен революции до Второй мировой войны, правильно? До 1941 года. Там все вот эти разногласия в период репрессий. Там и списки репрессованы, и расстрельные списки идут. И причины всему этому. Ну, там очень интересно будет. Архивы обработаете, да? Да, я 15 лет, я сотрудник архивов. Как исследователи архивов. Тут у нас еще такой вопрос возник относительно языка. Расскажите, почему на русском языке служба идет? Ну, почему? Как это? Каким образом это произошло? Московский патриархат, да. Ну, это когда... Ну, изначально, когда... Ну, самое изначально... Ну, самое изначально... Мы не относились к киевскому. Были, да, книги украиноязычные. Но потом... Я сейчас не помню год. Не буду говорить, книги там записаны. Не буду говорить, когда изъяли книги. Ну, это приказ царя был, что изъять все книги украиноязычные и ввести русскоязычные. Ну, это, по-моему, где-то там 700-я года. Что-то сразу, по-моему, после Петра Первого. Вот. И так оно и осталось пока... Московского патриарха. Так что на корню. Да. Сразу же. Правильно. Изначально, кто освящивал, я не знаю, не буду брать. А в 1890-м, по-моему, в 1890-м, по-моему, году. Значит, я открыл. Да. Он был очень дружен с Павловичем Рыжовым. Неоднократно. Сколько он раз не проезжал сюда, в Харьков, он всегда останавливался у Рыжова на даче, вот там, возле озера. Там до сих пор, в том месте, где сейчас мы проводим велопробег для детей, до сих пор сохранился фундамент дома Рыжова. Но он, к сожалению, уже присыпан. Я думаю, что по этому поводу нужно что-то делать и хотя бы расчистить площадку, чтобы люди тоже могли знать. Ну, это, если расчистить... Знаете, есть копеек, да, как в школе раньше занимаются по 10-м. А я думал, ты всех надо там больше. И расскажите, как Иван Кроштадский останавливался в тот момент, когда путешествовал и ехал в школу. Как останавливался? Специально был. Машина? Покажи, пускай объедет. Он едет. В районе Курска посоединялось несколько вагонов к составу, к основному. И они не останавливались в Харькове по запасной линии, и ехали прямо сюда. Потому что ходил раньше поезд. Я даже застал этот поезд. Он назывался Дачный. Харьков – Рыжов. На Рыжове там была запасная линия. Отстаивался там этот поезд. Он ходил три раза в сутки. Утром, в обед и вечером. Ну, в обед это считалось 4 часа. Вот. И Иван Кроштадский сюда приезжал. А тут паломников уже было море. Тысячами людей было. Весь лес был забитый. И там ломали ограду ему. Потому что люди... Ну, люди есть люди. Лезут. Я читал еще у Богалия про Иоанна Кронштадского. Когда он останавливался и службу вел в Благовещенской церкви, люди просто... Собиралось такое большое количество людей, что они реально не помещались даже во дворе. И стояли на улице, потому что все хотели присутствовать в этот момент. Тысячи людей было. Настолько была высокодуховная личность. А почему он еще потом с этим, с Рыжовым? Потому что он был крестным одному из сыновей Павловича Рыжова. И вот как раз он приезжал на крестины сына. И, значит, изначально его имя было... Прилип на крещение церкви. Да, на освящение церкви. Изначально имя сына было Борис. В старое время было такое, что могли менять имена. А потом стал Павел. Поэтому есть еще и второй Павлович. Где-то проходит там... И вот это вот здесь правил службу. Потом он поехал в Куряшский монастырь. Это колония Жиркова. А тогда был Мурский монастырь. А расскажите, пожалуйста, еще изначально при поселении... Какое количество людей жило в поселке? Вот в 1670 году. Это, скажем так, образное число. Потому что это первый документ, который датировано тем числом, который я нашел в архиве. Вот. На это время уже числилось пять казаков и два вольных крестьянина. Вот. Семь человек? Да. Но... Вы понимаете, как? Значит, в то время считалось количество людей по мужчинам. По трудоспособным мужчинам. Дети и женщины это не считают. Это не люди. Да. Обслуга. Обслуга еще. Да. Значит, учитывая столько мужчинам. А когда приходил сюда поселенец, он мог иметь с собой семью до девяти до одиннадцати человек. И определить точное количество их невозможно. Но на момент 1670 года уже стояла церковь. Деревянная там, туда ближе к трассе. Церковь ставилась в населенном пункте, где не менее пятидесяти дворов. Тогда ставилась церковь. Вот и примерно считали. Получается где-то пятьдесят дворов, да? Да. На шестьсот семидесятый год. Так минимум пятьсот человек. Семей. Тогда же в те же времена по десять девять человек и было в каждой семье. Саморез не придумали. Да. Име девчина стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Име девчина стояла, русую косу чесала, русую косу чесала. Име девчина стояла, русую косу чесала. В 19 веке уже были достроены остальные пределы, этот, который слева, и тот, который справа. А изначально она была намного меньше. И на 1828 год прихожан в этой церкви было 1037 человек. Квадратная? Да, маленькая. А потом она начала больше расширяться, в территории начали больше заселяться, заселяться люди, и было необходимость достраивать. Это то, о чем говорил Виталий Аликсинский. В поздний период уже при поддержке Лемехова, Рыжова, Бесчетвертного были достроены вот эти вот... Возвращение в Казахстане. И наш прапрадед Михаила, в том числе, Заики. А, Заики, да. Да. Вот, и он там тоже деть не наш. Заики и мне родственники. Да. Вот и мы, Заики, в девичестве. У меня по бабушкам есть. Да. Вот такие родственники. Да. Вот три было. Там мы дали в районе Гордоровской церкви, Заиковка. Ах. Там мы дали в районе Хатаса земли. Она, ну... И поселился вот тут купил земли, в районе Бесчетвертного. Ах. 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 Вер writing. Здесь найти много христа местных церквей. Очень сложно. Все могли already попасть к нам. И опять же, то, о чем говорил Виталий Александрович, Лемехов, Бесчетвертнов и Рыжов, в основном это эти люди, которые спонсировали. Еще интересный момент, Павел Иванович Рыжов, он был очень набожным человеком и в конце немного запустил свои дела относительно колокольного завода и ввел в Успенском монастыре, был старостный. Каждый город скажет, что кормление бронзового ума, это не короткая стати, понимаете. А после Соснового двора заедем в Песачинский исторический музей. Малёвный шоколдовый бир. Памятники археологии 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 природном газе и он уже идет мощностью намного больше это 300 250 300 мегаватт с м м м м м м м м В каком году музей образовался? Два года назад. Вот кубки, которые выиграли наши ребята Песачинские. Представлены нашей русской аудитории, да, я думаю, не все. Хотя, может быть, прекрасный Свято-Васильевский храм. Видите, какой красивый. Реконструкция. Командир Владимировский. Командир Владимировский. В этом месте мы думаем. Давайте. Да, это хоть куда-то. Да. Вот это. У нас есть, кто-то там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас на Україні люди всі співучі Хай же щастя буде добре і пісень багато Бо без пісні в Україні не буває свята Деща річка синє море прокладає собі путь І малі струнки прозорі сили її додають По землі вода гуляє, напуває рідний край Все довкола оживає, співай земле співай Я воно у нас на Україні зі ланих ведучих Та воно у нас на Україні люди всі...